Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Ребят, совсем недавно я рассказывал о приложении Геодан из нескольких источников. О нем просили многие люди рассказать. Занимает там 250 мегабайт оперативки, но при удалении превращает телефон в кирпич. Вот здесь вот сейчас подсказочка на видео, можете посмотреть, если интересно. Так вот, сегодня будет еще одно приложение, о котором все пишут и говорят, что, скорее всего, при его удалении будет на телефоне кирпич. Но прежде чем проверить, друзья, так это или нет, расскажу, что это приложение может, и, возможно, после моего рассказа вы, наоборот, его себе активируете и не захотите даже удалять. Смотрите, приложение называется «Поиск устройства». Поверьте, ребят, мне и в личке, и в ВКонтакте, и в чате, в Телеграме очень много людей пишут, что будет, если это приложение удалить. Почему-то все хотят его удалить с телефона. По порядку, ребят, что такое «Поиск устройства» и зачем оно вообще нужно. Прямо одну минуту вашего внимания, и вы все поймете. Смотрите, если мы с вами зайдем в обычные наши настройки, зайдем в «Ми Аккаунт», дальше зайдем в «Сяоми Клауд», соответственно, «Ми Аккаунт» у нас привязан, ребят, самое важное. Зайдем в «Сяоми Клауд», и у нас включена пункция «Поиск устройства», вот здесь вот эта находится. Что здесь написано? «Перейдите на сайт i.mi.com, чтобы найти или заблокировать устройство, которое вы утеряли». Окей. Это все, если поиск устройства включен. Переходим на сайт. На самом деле попадаем мы в облачное хранилище. Выбираем функцию «Найти устройство», и вот ваш телефон ищется. У меня это аккаунт на многих телефонах, поэтому он находит слишком много здесь всего. Ну, давайте вот Mi 910, на котором я сейчас все это и показываю. Нажимаем «Поиск местоположения». Обнаружено только что. Вот показывает, где он его обнаружил. Оп-оп, только что обнаружил его здесь. То есть вы, в принципе, можете найти телефон. Если вы его просто потеряли. Ну, пример дурацкий, да, потеряли в квартире, не можете найти, позвонить там некому, да, и второго телефона нет. Нажимаете «Воспроизведение звука». И получаете, ну, скорее всего, вы слышите, да? «Поиск местоположения». Вот такой противный звук получается, то есть телефон говорит, где он есть в данный момент. Это если безобидная ситуация, вы где-то потеряли его совсем где-то, ну, знаете точно, там, в траве не можешь найти или дома. Если вы его действительно потеряли и не знаете где, то через функцию «Режим утери» вы можете заблокировать свой телефон, чтобы его никто не вскрыл. А через функцию «Стереть данные» вы можете все данные, которые у вас есть на телефоне, стереть, то есть бросить телефон до заводских настроек, чтобы никто им не воспользовался. Вот за это отвечает «Поиск устройства». Теперь, друзья, давайте попробуем его удалить и перезагрузить программку, потому что, ну, мы все приложения так пробуем, вдруг кому-то не нужны вообще миоаккаунты. Я, друзья, для того, чтобы обезопасить себя, отключу эту функцию, потому что глупо удалять что-то с телефона, да, и при этом иметь эту функцию встроенной. То есть телефон мы перезагрузим, у нас функция с вами активирована, а мы ее удалили, ну, глупость полная, поэтому я удалю. И на всякий случай, ребят, я выйду из аккаунта, проверю, можно ли это делать так. То есть теперь я не привязан к миоаккаунту и у меня выключен поиск устройств. Подключаем телефончик к компьютеру волшебным USB кабелем. Ссылка в описании, ребят, извините, всегда буду говорить. Запускаем программку ADB App Control. Как работает его здесь, вот, посмотрите, будет подсказочка и в описании видеоинструкция тоже будет на эту программу. Вписок всех системных приложений, которые есть в вашем телефоне. Вводите то, что хотите удалить. Нашли, правой кнопочкой удалить. С телефона сейчас должен пропасть, смотрите. Все, с телефона пропал. Окей, давайте проверим, на всякий случай, остался ли пункт такой вообще хотя бы. Ну, он даже в миоаккаунт не заходит. Смотрите, при удалении поиска устройства, при попытке зайти в миоаккаунт, тут же пишет ошибку. То есть я даже не смогу зайти в свой миоаккаунт после удаления поиска устройства. Ну что, волшебная перезагрузка, посмотрим, что будет. Ну и все, друзья. Дальше миоай, к сожалению, загрузку у нас с вами не идет. То есть даже мы вышли из миоаккаунта, мы отключили функцию поиска устройства на телефоне как таковую, чтобы ей не пользоваться. И все равно телефон после удаления поиска устройства превратился в кирпич. Поэтому аккуратнее. Прежде чем захотите удалить, посмотрите обязательно списки, которые есть на файте ФОПДА и в телеграме у меня. О том, что мы уже удаляли и что можно, а что нельзя. Иначе телефончик будет окирпичен. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всех благом, удачи. Пока-пока.